Здравствуйте! Вы смотрите видеоновости газеты Нюрнбега «Цайтунг». Сегодня мы в гостях в центре «Хаустагаймат». «Хаустагаймат» строит мосты. И мосты эти художественные. Художественный мост Макеевка-Нюрнберг. Именно так называется выставка, которая на прошедших выходных прошла в этом центре. В ней приняли участие 14 художников с юго-востока Украины и с Германии, а именно с Нюрнберга и Фюрта. Макеевка так называется город, который находится на юго-востоке Украины. Именно в той местности, где когда-то существовало большое количество немецких колоний. Жизнь немцев на Украине и стала одной из важнейших тем этой выставки. В каком отношении? На выставке была представлена новая книга Николая Шишкина о жизни немцев в немецких колониях на юго-востоке Украины. Мы посетим сегодня эту выставку. Возле меня стоит Доротия Вальтер, пресс-секретарь Ландсмандшафты Точен Аус Русслянд в Нюрнберге. Госпожа Вальтер, какая картина стала вашей любимой на этой выставке? Наибольшее впечатление произвела на меня картина Валентины Теличко «Васильки». В ней такая простота и прозрачность. И все это меня очень инспирировало. Скажите, а как возникла идея создать эту выставку в центре Хаустагаймат? В сентябре 2008 года в Хаустагаймат пришел Николай Шишкин, председатель культурного общества в Макеевке. И доктор Вольфганг Бетц, заместитель председателя общества «Дойче культурбецеюнген им Аусланд». Их интересовал дом Хаустагаймат, чем здесь занимаются, чем здесь дышат. После короткого диалога стало ясно, что было бы оптимально организовать выставку, в которой принимали бы участие художники как с Украины, так и с Нюрнберга и Фюрта. И могли бы и предоставить, рассказать о книге, которую написал Шишкин, так как он очень давно занимается историей поселения немцев на Украине. И рассказать о этой книге, показать картины и рассказать о жизни немцев, которые сейчас еще на Украине живут. Такие выставки очень важны по одной причине, что художники с Украины и с Германии имеют возможность встретиться, показать свои картины и не только говорить друг с другом, но и со зрителями этой выставки. Строить мосты и вести равноправные диалоги – это очень важно в наше время. Госпожа Вальтер, спасибо большое. Пожалуйста. Свои работы на выставке, кроме профессиональных художников, представили также школьники, ученики «Хаус Тагаймат». Они занимаются на уроках рисования у Ирины Траутвайн и Владимира Егорова. Мой собеседник – Владимир Егоров. Господин Егоров, скажите, пожалуйста, работы, которые выставлены здесь и которые были нарисованы Вашими учениками, ученики их сами выбирали? Ученики у меня довольно-таки самостоятельные люди. Они пожелали выставить свои работы на свой вкус, на свое усмотрение. Я только лишь помог им частично в выборе этого. Хорошо. А насколько важна возможность для Ваших учеников выставить свои работы в рамках этой выставки? Ученикам предоставилась возможность, как бы, мы это делаем не очень-то часто, но им предоставилась возможность показать свои работы не только лично домашним обитателям их дома, но и показать свои работы друзьям, товарищам и знакомым. Спасибо большое. Пожалуйста. К сожалению, выставка подошла к концу, но полюбоваться работами и узнать много интересного о немецких поселениях на Украине вы сможете в книге Николая Шишкина «Немецкие поселения на юго-востоке Украины». Эту книгу вы можете приобрести в центре Haus der Heimat. Посещение выставки в центре Haus der Heimat подошло к концу. Я прощаюсь с вами, желаю вам отличной недели и буду рада, если вы будете со мной в следующую среду, когда выйдет новый выпуск новостей. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания.